Всем привет! Прошлое мое видео по VFX Graph привлекло очень много внимания и лайков, спасибо вам за это. И я решил сделать еще одно, тем более в голову пришла идея интересного спецэффекта. Вот примерно то, чем я вдохновлялся, хотелось сделать что-то похожее на каплю чернил, падающую в чистой воде. И вот что у меня получилось. Обратите внимание, что это все работает в реальном времени и с тремя каплями на моем не самом новом компе выдает 50-60 fps. Сейчас я покажу как вы можете сделать такой эффект, а ссылка на готовый проект как обычно в описании. В моем видео с обзором есть подробное описание что такое VFX Graph и как его подключить, но я все же напомню. Так надо создать проект в версии Unity как минимум 2018.3 и выбрать High Definition Render Pipeline. Затем когда проект создастся можно удалить готовые ассеты которые здесь есть и зайти в Window Package Manager и оттуда обновить этот самый High Definition Render Pipeline, он будет довольно долго обновляться, а когда обновиться можно будет скачать следующий пакет, собственно Visual Effect Graph, также нажать Install, немножечко подождать, он уже становится гораздо быстрее и собственно все, можно будет делать все что угодно. Я также сделаю здесь немножко подготовлений, поменяю цвет камеры на белый, чтобы было лучше видно эти самые чернила которые мы будем создавать, какой-нибудь холодный белый. И еще немножечко настрою Post Processing Stack, выключу ненужные вещи которые включены по умолчанию, Ambient Occlusion, это все нам не нужно, Color Grading тоже не нужен, а вот это вот все оставлю. И в Depths of Field немножечко сдвину фокус, чтобы чернила выглядели размытыми, но не сильно чуть-чуть размытыми. Теперь можно создать уже сам Visual Effect, он создается как и любой другой ассет, назову его Ink, потому что это будут чернила, перетащу сюда, чтобы появился на сцене он и открою, кликну два раза. Так, я сейчас магии перемотки быстро расставлю по сцене окошки и можно начинать работать. Итак, здесь открылся эффект, который здесь для примера всегда открывается в самом начале, мы сейчас его оставим какие-то части, а удалим для начала output, потому что нам не нужно будет рендерить частицы, а вместо него добавим Point Output, он будет закрашивать один пиксель на экране в том месте, где находится частица. Далее нужно будет еще чуть-чуть поменять его, увеличим Capacity сразу на какое-нибудь очень большое число и увеличим Spawn Rate тоже на какое-нибудь большое число, чтобы было видно. Это пока что удалим, пусть они живут до шести секунд, и чтобы увидеть уже частицы нужно добавить сначала позишн какой-то, они будут спауниться на сфере, это будет падающая вниз сфера, пока что просто сделаем сферу радиусом 0.7, и нужно еще добавить им цвет, чтобы их было видно. Это я сделаю тоже в компоненте initialize, потому что они не будут менять цвет, просто set color и выставлю какой-нибудь фиолетовый, примерно как на миниатюре видео, в принципе мы его потом все равно поменяем, так что не важно. Сейчас уже видно, что они выглядят как-то пиксельно, потому что Point Output закрашивает один пиксель, но мы это скоро поправим. Пока что сделаем, чтобы сфера двигалась и как бы падала вниз по воде. Для этого можно использовать очень простую ноду, которая называется Periodic Total Time, она по сути периодически со временем, с периодом, я поставлю 15 секунд, например, то есть каждые 15 секунд ее значение будет меняться от минус 10 до 10, или какие числа вы укажете. И эту ноду я соединю с координатой y сферы, то есть она будет по вертикали двигаться. Она двигается, правда не в том направлении, это просто исправить, уберу здесь минус и сделаю от 10 до минус 10. Итак, теперь она падает вниз, еще больше заметна пиксельность вот эта вот. Ну, чтобы справиться с пиксельностью, хотя мы будем все еще использовать Point Output, я просто хочу создать очень большое количество частиц и сделать их чуть-чуть прозрачными. Заодно это перестанет быть похожим на песок и станет быть похожим на какую-то жидкость из-за того, что их будет много и они будут друг на друга накладываться. Для этого я сначала уменьшу у них прозрачность, также в Anishalize это у нас будет один раз при создании частицы задаваться. Я добавлю блок Set Alpha, то есть задать прозрачность и поставлю что-нибудь очень маленькое, типа 002. Сейчас они исчезли, потому что их пока что у меня очень мало тысяча создается, 10 тысяч, у меня было по-моему 70 тысяч или даже 700 тысяч, так как это все работает на GPU, оно не будет тормозить даже с 700 тысячами частиц. Да, это по цвету более-менее похоже на то, что я до этого сделал, когда готовился, так что продолжим. Уже сейчас похоже на какую-то жидкость, на чернила. Теперь я добавлю им скорость, чтобы они разлетались в разные стороны. Сначала добавлю блок Set Velocity и пока что просто укажу какую-нибудь константную скорость, то есть она также будет задаваться при старте один раз. И, например, если просто поставить по x1, то их будет уносить всех влево, ну или вправо, в зависимости от того, куда вы поставите камеру. Потом мы сделаем, что скорость будет задаваться случайно, а пока что я еще в апдейт добавлю Linear Drag. Это означает что-то типа линейное трение. И сейчас, если посмотреть на Game View, то там видно, что они замедляются со временем. Это как раз то, что оно делает. Я его добавил в апдейт, потому что это как бы делается каждый фрейм, то есть они непрерывно замедляются. Так, вынесу Velocity влево чуть-чуть. Вот эта нода ничего не делает, я ее просто добавил для удобства. Она пропускает через себя значение. И будем создавать вот этот самый шум, который придает эффекту всю красоту. Я уже сказал, что это будет шум, как и в прошлом эффекте. Это будет Perlin Noise, потому что с ним, по-моему, самое красивое. Кстати, в прошлом видео я, по-моему, довольно визуально представил этот шум. Так что можете посмотреть его, чтобы прям увидеть, как этот шум выглядит в реальности. Я пока создам их два. Один будет на x-компоненту вектора, другой на y. То есть скорость по горизонтали и по вертикали. И в качестве координат я им передам просто положение частицы пока что. То есть также здесь соединю x с x, y с y и то же самое для второго. Вот эта вот нода GetAttributePosition, она просто получает текущее положение частицы. Теперь, если посмотреть на нашу кляксу, то она уже выглядит довольно классно. Но пока что шум выглядит совсем скучно и плоско. Чтобы это исправить, можно увеличить количество октав. По сути, что это сделает? Это сделает несколько шумов и сложит их друг с другом. Я поставлю по 5 октав пока что и там и там. И это примерно то, что у меня работало. Также уменьшу частоту, чтобы он был как бы больше. То есть шаги этих разбрызгиваний были больше. И увеличу range. Это то, что в прошлом эффекте я делал с помощью всяких разных ремапов. Здесь, чтобы не городить кучу нод, я просто поставлю range от минус 2 до 2. И вот, в принципе, и разлетается он уже так, как надо в финальном результате. Единственное, что пока что у нас абсолютно одинаковые два шума. Поэтому я добавлю в одном из них, например, к Y какое-нибудь большое число. Это поменяет входные данные для шума. Так что второй шум будет отличаться от первого. Итак, теперь вполне уже похоже на то, что я показывал в начале. Можно навести немножко красоты. Так же, как и в прошлом эффекте, я делал добавить это все в группу, чтобы было понятно, за что это все отвечает. Назову ее что-нибудь типа flow velocity generation, потому что это как бы скорость потока. Все эти ноды я тоже, на самом деле, делал, наверное, пару часов. Пытался, перебирал разные варианты шума, разные значения, разные частоты. И в итоге пришел вот к таким числам. То есть я их просто помню. Но если бы я делал с нуля, то я бы перебирал всякие разные вещи и потратил бы кучу времени. Так, дальше я думаю, сделаем более интересный цвет. Сейчас он просто у всех одинаково фиолетовый. Но я хочу показать еще одну такую ноду прикольную, как sample gradient. Она, по сути, что делает? В нее принимается градиент и число. Градиент я сейчас нарисую какой-нибудь разноцветный. Прозрачность нам здесь никакая не нужна. 100% везде будет. А вот цвета мы поменяем. А, у меня, кстати, он уже сохранился здесь, так что я буду использовать этот. И принимает в себя значение, которое почему-то называется time. И в зависимости от него он выбирает цвет. То есть можно прям подвигать и увидеть в игре, что цвет меняется. Когда двигаем вправо, становится сильненьким. И это время мы будем брать из чего-нибудь случайного. Опять же, добавлю какой-нибудь шум. Все эти шумы, они просто очень красиво выглядят. Можно не перлин, можно даже целый roll noise, например. И главное у него поставить range от нуля до единицы. Тогда этот time будет как-то случайно меняться. Ну, конечно, если я сюда что-то скормлю в качестве координат. Тут тоже не буду изобретать велосипед. Поставлю total time. И сейчас точно, да, видно, что иногда частицы становятся резко все синими. Когда total time приходит в какие-то значения. Они как-то слишком резко становятся синими, так что подкручу немножечко частоту. То есть когда уменьшают частоту, они становятся... Реже изменяется значение шума, по сути. Вот сейчас примерно то, что я хотел добиться. Time.time это, кстати, время загрузки сцены. И когда мы его передаем в шум, он как-то случайно его преобразовывает, по сути, вот этот одномерный шум. И выдает какое-то значение от нуля до единицы. И на основе этого значения мы уже выбираем цвет с помощью sample gradient как раз. Так, теперь я хочу вынести этот градиент, чтобы его можно было менять вне этого самого редактора. То есть если мы откроем в инспекторе этот объект с visual effect, то там видно, что там у него нет параметров. И можно этот параметр добавить очень просто, нажав вот здесь плюсик. Здесь куча разных типов. Мы выберем градиент, потому что градиент это то, что мы хотим туда вынести. Назову его как-нибудь типа color. Color слишком банально, пусть хотя бы будет ink color. Задам здесь значение по умолчанию, тот же самый градиент, и поставлю галочку exposed. Теперь, чтобы использовать его в этом графе, можно просто перетащить вот этот вот овал и подсоединить куда надо. Теперь мы можем создать несколько объектов и у одного из них поменять как-то цвет. Вот в инспекторе этот самый параметр. Его можно менять, не заходя в сам граф. Это может быть удобно в каких-то случаях и вообще очень полезная фича. Не знаю, как я про нее не рассказал в прошлом видео. Так, а теперь, что я хочу еще сделать. Сейчас у нас альфа задается константно здесь и куча частиц, но все равно самый низ кляксы, то есть самый перед капля сама, выглядит как-то жиденько, на мой взгляд. Поэтому, чтобы это исправить, я вместо просто константной альфы добавлю вот сюда вот set alpha over lifetime. Over life. То есть это будет на протяжении жизни частицы, старую можно удалить, менять ее прозрачность. И здесь в графике поменяю как-то прозрачность. То есть, когда мы отошли уже от самого конца кляксы, она будет равна 0,2, как и раньше была. Но в самом начале хочется, чтобы она была менее прозрачная. В принципе, сюда можно любые значения вводить. Я, кстати, ввел не то. Здесь должно быть в 10 раз меньше. Точнее, было до этого, но можно сделать и в 10 раз больше. В принципе, тоже выглядит красиво. Но я сейчас хочу воспользоваться тем, что можно спамить сколько угодно частиц, не будет лагать. И подчеркнуть вот эту вот водянистость. Так что я сделаю более прозрачным. Верну сюда 0,02. И сейчас клякса сама выглядит совсем не прозрачной. А вот хвост выглядит все так же, как и раньше. Так, отлично. Выглядит классно. Я думаю, теперь пришло время воспользоваться вынесенным параметром и создать рядом еще одну такую же кляксу другого цвета. Теперь можно очень просто ее взять просто в окне сцены, продублировать, перетащить, как и любой другой объект в Unity. И просто в инспекторе можно будет поменять значение. Я их сначала ровно поставлю. Пока создам просто две их на равном расстоянии. И в одной из них просто зайду в градиент и поставлю какой-нибудь красивый цвет. Оранжевый. Тоже выглядит неплохо. И серый, в принципе. Но пусть будет оранжевый с смесью какого-то красного. В принципе, выносить можно не только градиентовые параметры, а все вот те типы, которые там были. То есть кривые, числа, вектора, все что угодно. А я уже вижу следующую проблему. Что из-за того, что когда мы делаем шум, мы берем просто позицию частицы, у нас все циклы анимации, то есть каждые 15 секунд, она прям 100% одинаково повторяется. И чтобы убедить пользователя, что это реально частицы, а не просто гифка, которую мы залили в игру, я просто добавлю сюда старый добрый total time, разделю его на какой-нибудь 50, чтобы он слишком сильно не влиял на эту штуку. И просто сложу с координатой, например, x. В принципе, во всех этих шумах неважно, что к чему прибавлять, просто когда я меняю координату, что-нибудь прибавляю, просто шум переходит в другую сторону, и это можно считать, как будто бы мы сгенерировали новый сид. Так, с 50-ю, наверное, не сильно будет отличаться. 50 все-таки очень много, да, здесь все та же вот эта вот всплеск посередине экрана, но если поставить 10, я думаю, что все как раз двинется за 10 секунд, и сейчас вот они уже, я вижу, что летят по другой траектории, в середине экрана нет того всплеска, там есть другой всплеск, а теперь вот, ну, в общем, шум поменялся, и они будут выглядеть каждый раз по-новому. Еще в самом конце, когда я уже начинал делать видео, я заметил один фатальный недостаток у Point Output, что так как он закрашивает один реальный пиксель экранный, то если мы откроем, например, игру на весь экран, ну, или игрок просто изменит разрешение, или у разных игроков разные разрешения монитора, точнее, здесь надо, конечно, поставить Free Aspect, например, и становится гораздо более жиденьким наш эффект, потому что, ну, один пиксель закрашивается, а пикселей на экране стало больше. Чтобы это исправить, можно либо увеличить количество частиц, либо использовать не Point Output. Для этого надо, конечно же, будет сначала нарисовать эту частицу, потому что обычная не подходит, которая стандартная в Unity, потому что она на черном фоне, а я пока что зайду в Paint и продемонстрирую свои гигантские художественные навыки тем, что кистью нарисую настоящую частицу. Вот так вот как-то это делается. И если мы заменим наши пиксели на Render Quad, который я в самом начале удалил, и туда установим вот эту вот частицу, что я сейчас и сделаю, Quad Output, то у нас решится проблема с разными разрешениями. Правда, начнет все тормозить, потому что Quad Output все-таки потяжелее будет, но зато можно уменьшить количество частиц. Здесь, конечно, надо будет еще чуть-чуть уменьшить размер, перетащить сюда вот эту самую частицу, которую я нарисовал. Она у меня вот здесь. И примерно то, что нужно получается. Ну, если подкорректировать всякие разные значения, то, я думаю, будет очень сильно похоже на то же самое, что и с Point Output. Теперь оно не зависит от разрешения, но, как я сказал, чуть-чуть подтормаживает. Можно также было оставить Point Output и просто увеличивать количество частиц при увеличении разрешения. Я пока что верну Point Output. Этот проект вы можете скачать по ссылке в описании, как и всегда. И если вам нравится видео про VFX Graph, то ставьте лайки и подписывайтесь. Я постараюсь сделать больше видео на эту тему.